У меня в душе уже весна, я хочу ходить ярко, модно и красиво. Кстати, вот такие вот мини-леденчики в фикс-прайсе стоят 50 рублей, и они офигенно вкусные, они вот очень маленькие, очень миленькие. Для тех, кто любит кофе, это просто нахорка, честно. У меня тут новый очередной USB-шнур, потому что мой с Алиэкспресс все-таки доломался. Это небольшой сладкий подарок для моей подруги и маленький миленький мишечка. Потому что я не знаю, что подарить. Но это было неожиданно, то есть это незапланированная такая встреча. Я просто так в шоке просидела дома минут 20, а потом начала что-то сумбурно собирать. А это подарок для моего менеджера. Тут ее любимые батончики, я надеюсь, что любимые. Кофе, конфеты и набор вот такой вот кокосовый для тела. Надеюсь, ей понравится. Это такая, как сказать-то, скажем, скажем. Давайте скажем так, что главное внимание и, да, внимание это самое главное. Ну что, сейчас у нас плюс 4 градуса. Сейчас я минуточку постою, прогреюсь и поеду на работу. Надеюсь, что все будет хорошо. Я до сих пор не оттерла силикон. Я хочу наблюдать, какой ужас сейчас происходит у нас на улице. Дороги абсолютно практически не чистят. Плюс 4 градуса, а потом будет минус. Опять-то, представляете, что тут будет? Сколько людей переломают себе ноги, руки или еще что-нибудь. Надеюсь, что такого не произойдет и все-таки приедет вновь трактор. И не просто сделает маленькую кучку вот тут сбоку, а нормально, адекватно все очистить, потому что, ладно, во дворе, окей. Но вы посмотрите, что дальше. Что дальше происходит? Это просто у меня вот прям, как у водителя, так и у пешехода меня просто убивает. Чтобы вы понимали, как выглядит наша парковка сейчас. Я такая маленькая и там тоже все заставлено. Но это еще мало. Все спереди, парковка вся занята. И сюда еще заедут. Представляете? Ну, собственно, у нас там фура перевернулась. Где-то там лежит. Представляете, всю дорогу перекрыли. Вот о чем я вам говорила. Нас опять замело. Опять. Второй день происшествия. Их очень тут много, все стоят. А его все-таки подняли. Вот такая ситуация. В экспрессе появились масочки. Я пока увидела только две такие. Вот за 55 рублей Etude Organics я уже пробую несколько сотен тысяч раз. Мне очень нравится эта фирма. Эта марка. Это корейские масочки. Очень крутые, очень красивые. Как в подарок. Вот самое то. Но, увы, ах. Мне пока что некому это дарить. Поэтому, любо себе. Позже сделаю на них обзор. Но при этом, чтобы вы понимали, этих масочек всяких у меня... Это все масочки. Все. Ну, тут таблеточки, ножик. Почему тут ножик лежит? Надо его убрать. Вилочки лежат. Смотрите-ка. Ну, пусть таблеточки будут. Все. Маски. Причем, тут вот тканевые, они не все даже влезли. Просто не все. Кстати, патчи очень классные. Я их купила в обычном магазине. Также я их видела, кажется, в Улыбке Радуги. У меня, по крайней мере, не вызвало никаких покраснений или еще чего-то. Осталось там две пары. Сейчас использую. Это тоже масочка классная. Вот такие дела. Представляете? А я опять покупаю. Я опять покупаю. Зачем? Чехол там еще мой лежит. Самый классный мой чехол. Из таких, знаете, из всех летних, объемных таких. Обожаю его просто. Но при этом очень редко с ним хожу. И у меня, смотрите, у меня уже высыхает. Водичка уже уходит. Я не представляю, что будет потом с этой всей кашицы прекрасной, когда не будет воды. Блин. Я думаю, еще какую-нибудь подобную заказать. Чтобы было. Чтобы было. А вот с этой стороны у меня прям кладезь всего. Моя любимая сумка. Спасибо, Тараса, за то, что ты ее мне подарил. Мой Саске. Подарок от моей подруги. Куча-куча всего. Там ништячки с единорогами. Тут просто масса. Ну, не целая, конечно, масса моих кошельков. Вот тут такую, спасибо, Ярослава. Вот тут тоже у меня прелести жизни. Хочу эту брелочку куда-нибудь нацепить. Мы увидели связку моих ключей. Поэтому, не знаю, там, в Санкт-Петербурге. Всякие нужные вещи. Кстати, вот эти духи прям просто до сих пор мои фавориты. Даже комплименты делают по поводу них. Так что, если вдруг где-то такие увидите, я вам советую их приобрести. Очень вкусненькие пахнут. Так, насчет вот этой штуки, которая выглядит по-детски. Давайте я вам покажу, а то это забуду. Она делается так. То есть, уже ярко. И еще ярче. И еще ярче. То есть, она классная. Очень даже мне понравилась. Я удивлена. Спасибо большое Алиэкспрессу. Когда будут скидки, я, пожалуй, может быть, даже еще одну закажу. Но в случае чего. Мой самый старый кладчик, с которым я даже не хожу. Куча-куча всего. Книжечки. Вот этот набор, о котором я вам говорила, из магазина, где работает моя подруга. Я его до сих пор не открыла. Всякие разные мои украшенницы. Там ненечки личные и так далее. То есть, у меня вот так вот небольшая такая раскладка. Для вот этих вот вещей я хочу заказать. Либо приобрести что-нибудь, какую-нибудь подставку, чтобы они висели, они просто так лежали. Вот это вот вкусности от моей подруги и косметика. Кстати, я еще патчи не смотрела, как они будут на мне красоваться. Я их показывала вам во влоге. А масочка очень даже хорошая. Такой у меня опять бардачок. Напоследок я расскажу по поводу этого USB, который я купила в обычном магазине за 220 рублей. Он светился какое-то время, наверное, дня 3-4 и все, он потух. То есть, я особо не расстраиваюсь. Мне главное, чтобы он заряжал, чтобы он был крепкий, адекватный. Я-то еще куплю несколько. Но, в общем, будьте готовы к тому, что он потухнет. Но при этом он так раздражающе начал последнее время мигать. Так что, да. Ну, такой резиновый. Ну, не резиновый, надеюсь. Под подобие силикона. Какой-то такой странненький. Вот так вот. Вот такие дела. Ну что ж, желаю вам продуктивные выходные. Желаю вам хороших выходных. Я вот буду работать по 16 часов каждый день. Точнее, субботу и воскресенье. Я буду надеяться, что все будет хорошо. Но если что вдруг. Если вдруг что, мы все решим. И, да, всем пока. Улыбайтесь больше и берегите себя на дороге. Ну, вопрос. Делайте шкафы вокруг телевизора и стол. Ну, вот. Капочка. Уже готов.